Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Техно Мутный. В сегодняшнем видео мы изучим рынок БУ железа и готовых сборок ПК с разными бюджетами, которые разумеется будут доступны практически каждому. Без воды начинаем! Очень часто и самый востребованный на моем канале бюджет от 2 до 5 тысяч рублей. На первый взгляд это очень небольшие деньги и что-то похожее на игровой компьютер найти не выйдет. Но не спешите, давайте разберемся. Чаще всего за такой бюджет можно приобрести печатные и псевдоигровые машинки на 775 сокете. И знаете, в реалиях 2021 года это не самый худший вариант, поэтому начнем с него. На что стоит обратить внимание и как выбирать? Начнем с самого основного, с материнской платы и чипсета. От этого будет зависеть, интересно ли нам то или иное предложение. При покупке готового компьютера вам нужно будет узнать точную модель материнской платы. Это необходимо для идентификации чипсета. Нас интересуют только компьютеры с чипсетами. P965, X38, P35, P45, P31. Полный список актуальных чипсетов вы видите на своих экранах. И сразу проходим мимо плат и сборок на чипсетах. 925XE, 925X, 915, 915P, 915PL, 915G, 915GL. Полный список на экранах. Это абсолютный хлам, который не умеет работать с трехъядерными камнями. Да и что я там говорю? И даже не со всеми двухъядерными он может подружиться. Зачем нам все это и почему это самый главный пункт при выборе компьютера на 775? Все просто. Выживать на нем с двухъядерным процессором, особенно каким-нибудь пеньком D, ну просто нереально. Невозможно. Если уж мы с вами погружаемся на самое дно вторички, то давайте делать это красиво. Выживать мы с вами будем как минимум на Core Quad 6600. Это самое лучшее из худшего. Древний техпроцесс, огромный TDP, низкие базовые частоты. Но среди всего этого болота есть и плюсы. Четыре полноценных ядра. Возможность бесплатного разгона практически на любой доске. Нормальная работа интернета и мультимедии даже на момент мая 2021 года. А самая главная вишенка на торте, это то, что Quad 6600 можно купить от двух сотен рублей. А иногда и вовсе выменить на упаковку сока или пачку сигарет. Я надеюсь вы поняли, Quad 6600 это самый минимум. Давайте идти по нарастающей. По-хорошему в нашу сборку подойдет любой четырехъядерный процессор, который вы сможете себе позволить. Но иногда из-за отсутствия предложений на рынке, очень сложно купить что-то дешево и самое главное поблизости. Поэтому, чтобы не изобретать велосипед, идем на Алиэкспресс и покупаем Xeon E5440. Четыре ядра, четыре гига, игровой кэш второго уровня. Что еще нужно-то для счастья? Процессор даже в 2021 году держится молодцом и будет вашим верным помощником в интернете и онлайн-дрочильнях типа Dota 2 и CSGO. С процессорами и материнками мы с вами определились. Более подробно я все распишу в описании, чтобы не забивать хронометраж. Теперь давайте подумаем об охлаждении и оперативной памяти. Охлад можно оставить боксовый. Главное, чтобы он был с медным пятаком. Если и такого нет, то его всегда можно купить за пару сотен рублей. Для стокового E5440 его впритык, но хватает, если мы не будем разгонять. Ну а по оперативной памяти, минимальный объем АЗУ, чтобы просто выходить в интернет, это 4 гигабайта. Если повезет, отхватить мать на DDR3 памяти будет еще проще и лучше. Но не покупайте память четырьмя планками по 1 гигабайту, особенно разносортными. Данную ошибку допускают практически все новички, которые заходят на рынок бомж ПК. 775 сокет очень не любит разную память, даже если она идентична по заявленным характеристикам. Чтобы сэкономить себе время, деньги и нервы, берите парные киты. К примеру, две планки по 2 гигабайта от Kingston, китовые. Либо две от Hynix, не китовые, но абсолютно идентичные. Экономия и попытки присрать кучу разносорта не обернутся ничем хорошим. Как минимум, ваш компьютер будет постоянно кидать псоды, а как максимум, он и вовсе не запустится или жалобно будет пищать своим биппером. Что ж, материнка, память, охлад есть, бюджет уже сократился более чем наполовину. И по моим прикидкам, у нас остается всего 1500-2000 рублей на жесткий диск, видеокарту и блок питания. И тут, конечно же, все грустно. С видеокартами, даже древними, очень туго. Поэтому опускаемся на самое дно вторички и смотрим что-то из этого. GT 9800 1 гигабайт, GT 8800 512 мегабайт, GT 430, GT 440, GTS 450, GT 620 и 630. Обзоры всех этих видеокарт есть на моем канале, можете посмотреть. И даже не рассчитывайте на какие-то GTX-ы. Их вы за эти деньги не купите. А если вы позаритесь на сладкую цену в объявлении, с вероятностью в 95% вы купите отвальную или прогретую карту. На карты от AMD даже смотреть не стоит. Нет, я ни в коем случае не хейтер. Но подумайте сами, у GT 440 вероятность отвала в десятки раз ниже, чем у HD 5770. Ну и, конечно же, главное правило. Обязательно проверяйте карту в момент покупки. И не совершайте сделку вслепую. Отвал не дремлет. По блоку питания, жесткому диску и корпусу. Здесь все очень просто. Покупайте то, на что у вас хватит денег. Из блоков питания. Мои рекомендации. Смотрите старые добрые пауэрманы на 300-350 ватт. ФСПшки, ФСП ПНРы и залманы. За мой скромный опыт ковыряния в старом говне, это самые неубиваемые блоки питания. Ну а по харду моя рекомендация. Проверяйте хотя бы смарт через тот же самый CrystalDiskInfo. Понятно, что по-хорошему хард желательно прогнать викторией, но не каждый продаван разрешит вам это делать. И не у каждого в запасе есть столько времени. Ну а по корпусу, я думаю, вы и сами уже догадались. Просто берите любую жестяную банку, хоть с помойки или из пункта металлоприема. Внешний вид нашего бичкорчания играет совершенно никакой роли. И друзья, это была самая адекватная и правильная сборка в пределах 2-5 тысяч рублей. Теперь я выскажу свое субъективное мнение об ее альтернативах, которые я никогда не порекомендую. Это, как многие уже могли догадаться, сокет АМ2. Самый бесполезный и ненужный сокет. Полностью лишенный хоть какого-то адекватного апгрейда в реалиях 2021 года. Даже если вложиться, вкинуть в АМ2 железки вот по максимуму, он все равно останется точно таким же никчемным куском говна. Четырехъядерные процессоры на него стоят почти как слитки золота. Но это полбеды. За свои деньги они не могут потягаться даже с самыми младшими квадами, по типу выше озвученного 6600. При покупке готовой системы по низу рынка, либо просто при сборке таковой с ноля, обходите AMD и в особенности АМ2 и АМ2+, как можно дальше. Мало того, что производительности нет совсем, так и чипсеты отваливаются за месяц работы. Не надо. Ну и напоследок. Я очень часто встречаю готовые офисные компьютеры до 5-6 тысяч рублей на 1155 сокете. Селеронами или пеньками G. Обычно они идут на встройке с одной плашкой 2 гигабайта DDR3 в одноканале. Так вот, не удивляйтесь, но это будет лучший выбор. Если вам подвернется такое предложение, берите его вместо того, что я озвучил ранее. Как только вы подкопите хотя бы минимальную сумму денег, вы сможете его с легкостью заапгрейдить. Ну и на что будет способен этот компьютер? Давайте пробежимся по играм, мультимедии и интернету. Вы без всяких проблем сможете покатать в танчики, доту 2, кс гоу, на минималочках, конечно, на низких, но все же. Ну и пробежать кучу интересных и хайповых тайтлов своего времени, таких как Oblivion, Skyrim, GTA 4, GTA 5 на минималочках, Far Cry 3, Far Cry 4, Dead Spice 1 и вторая часть. Да и существует очень много игр, которые сможет хорошо потянуть подобная машинка. Я перечислил лишь те, в которые сам играл плюс-минус на таком же железе в свое время. Ну а по интернету, YouTube и онлайн потоковое видео лагать у вас не должно. Ну и Яндекс.Дзен работать будет, пусть и с подгрузками. С 4 гигами в наше время в интернеты ходить уже не принято, но если очень нужно, то всегда пожалуйста. В общем, по итогу вы получите стандартный бомж ПК без какого-либо задела на будущее и какой-либо апгрейд. Что ж, увеличиваем наш бюджет до 10 тысяч рублей. Здесь уже есть где развернуться. Заходим и ищем любые готовые сборки на 1155, 1156, неважно какой будет процессор, хоть селерон с двумя ядрами. Можно использовать подобный конфиг как базу под бич апгрейд. Офисники, старые мультимедиа, компы, готовые сборки из Эльдорадо. Все это очень часто можно выцепить в пределах 4-6 тысяч рублей. В нашем распоряжении будет стандартная мать на А61, к примеру, двухъядерный Pentium и какая-нибудь затычка по типу GT430 на 1 гигабайт. И это супер! Докупаем Xeon с Али, либо ищем Core i3 или i5 на вторичке по местности. В среднем запрос мы отдадим от 500 до 2000 рублей. И получим просто нехилый буст старичка, оставаясь при этом с бюджетом. Который мы сразу же потратим на оперативную память. Нужно хотя бы две планки по 4 гигабайта. Это прямо-таки минимум для сборки до 10 тысяч. Даже если мы оставим бомж графику, оперативная память лишней точно не будет. Да и походы в интернет сразу станут куда приятнее, а производительность вырастет в разы. В общем, по бюджетам до 10 кесов, готовая сборка на i3 или i5, либо же сборка на 1155 с ноля. Но я бы все-таки предпочел перебрать унылый офисник сам. Полное описание процессоров под 1155 и 1156 сокеты я оставлю в описании, чтобы вам было проще ориентироваться и отталкиваться от каких-либо цен. Но, друзья, про AMD мы тоже забывать не будем. Обходим стороной AMD, AMD Plus, AMD 3, но не пропускаем выгодные предложения на AMD Plus сокете. Даже если там будет стоять 4-ядерный или 6-ядерный феном второго поколения, такую сборку можно рассматривать к приобретению. При лучшем раскладе ищем компьютер с FX4300 или 6300. Да, это за гранью реальности, но иногда такие сборки удается урвать до 10 косарей. И очень важно, не смотрим на процессоры по типу FX4100, FX6100 и FX8120. Все процессоры на архитектуре бульдозер мимо. Эти унылые говнопроцессоры ставят на колени даже 6-ядерный феном с небольшим разгоном. И если вы уж все-таки решились на покупку AMD Plus, то обязательно, ребята, обязательно необходимо тщательно проверить компьютер на территории продавца. Большинство бюджетных мамок на 760-х и дешевых 970-х чипсетах поголовно страдают отвалами этих самых чипсетов. Проблема частая и известная. Многие даже колхозят 40-мм вентиляторы, чтобы охладить их пыл. Проверять матери сборку предпочтительнее именно стресс-тестами процессора. И внимательно наблюдать за поведением сборки и температурами моста. Такой тест рекомендуется проводить не менее 15-20 минут. Учитывайте это. Ну что ж, с основным железом мы определились. А вот по видеокартам в сборке до 10 тысяч мы не сильно уходим от предыдущей сборки. До 5. Проблема в том, что максимум, на что остается нашего бюджета, это затклая GT 730. И то, если очень сильно повезет. По-хорошему, в былые времена в такой бюджет вмещались карты и по типу GTX 750 Ti. Ну, на худой конец 650-я тишка. Но с нынешними ценами об этом можно даже не мечтать. Видеокарту выбираем по принципу лучшей цены и доступных предложений в вашем регионе. Заказывать видеокарты с Китая сейчас бессмысленно. Глупая затея. Китайцы не тупые. И даже третисортный подвальный кал они продают по рыночным ценам. Поэтому и игровые возможности подобных систем будут примерно аналогичны предыдущей сборке до 5К. Все упрется в нашу видеокарту. И даже несмотря на относительно игровой процессор, большинство современных игр путь будет закрыт. Здесь остается одно. Ждать оттепеля на вторичном рынке видеокарт, когда 750 Ti снова будет стоить 2,5-3 тысячи рублей. Тогда и Far Cry 5 с ведьмачком на минималочках, но в Full HD станут вам доступными. И ребятки, последний на сегодня бюджет. От 10 до 15 тысяч рублей. Тоже очень востребованная ниша. Здесь, как ни странно, я тоже порекомендую сначала посмотреть в продаже готовые сборки. В идеале нам нужно найти конфиг на 1151 сокете. С процессором Core i3 или Core i5. Зачастую подобные сборки продаются с видеокартами по типу GTX 745. Но за свои деньги такая псевдоигровая конфа будет топовой. В первую очередь смотрим предложения на современных сокетах. Нам подойдут вышеупомянутые 1151, 1151 V2 и AM4. Да-да, не удивляйтесь. Очень часто можно встретить в продаже готовые показы i3-800 на борту. Пусть без видеокарты. На встройке. Да, он будет с 4 гигабайтами самой дешевой DDR4. Но со свежим блоком питания, возможно даже с гарантией и с SSD-шником на 120 гигов. Понятно, что такие компы обычно быстро забирают перекупы, ставят в них какие-нибудь 950 заказанные с Алика, украшают RGB корпусом и уже через 2 дня выставляют их за 30 тысяч, как ультимативные игровые решения для киберспорта. Но сейчас карт нет, даже у них. Поэтому подобные сборки остаются без внимания. Чем мы и можем воспользоваться. Далее, если в вашем регионе все совсем плохо, то можно поискать сборки или железки на 1150 сокете, но минимально с i5 процессором. Я знаю, что 1150 сокет это не лучший выбор, но на безрыбье и рак рыба. Если стоимость процессора и плата не превышает 5000 рублей, то можно смело ее брать, но, еще раз повторюсь, не ниже i5. Также не стоит забывать про AM4. На сокете AM4 можно вымутить сборку на процессоре А8, к примеру. Да, это полный шлак и кусок говна, но под дальнейший апгрейд как раз. Также часто в такой бюджет продают сборки с третьим райзеном, 1200. Тоже вариант, не самый производительный и игровой, конечно, но на голову лучше того же самого i5 на 1150. Главное в платформе AM4, это хоть какой-то, но потанцевал апгрейда. Да, не сейчас, когда-нибудь там, возможно и никогда, если доживем, но апгрейдить можно. Платформа современная. Вообще, бюджет до 15 тысяч открывает множество горизонтов. За эти деньги можно купить как 775 печатную машинку, так и заряженный комп на стареньком Core i5 с 8 гигами оперативки и какой-нибудь GTX 660 или 670 на 2 гигабайта. Здесь все будет зависеть исключительно от вашего везения, так как списки конкретного железа я вам дать, к сожалению, не могу. Лучше я расскажу, что точно следует обходить стороной. Ни в коем случае не берем 1150 и 1151 сокеты с процессорами Celeron или Pentium. Это дохлый номер. Проапгрейдить такую систему у вас никогда не выйдет. Апгрейд проца будет стоить столько же, сколько и весь наш бюджет. Еще раз, запоминайте, 1150 и 1151 с пеньками и Celeron не берем. Также постарайтесь обходить стороной сборки с видеокартами 400 и 500 серии от Nvidia. Это дичайшие утюги, все поголовно страдающие отвалом. Минимально нормальная карта это GTX 660 на 2 гига, а лучше всего, если в сборке будет 950. Но это, конечно же, уже мечты. Энергию она не жрет, не греется, не шумит, отвалами не страдает и позволит играть, пусть и на минималках, но в большинство современных игр. Ну, до середины 2020 года, по крайней мере, точно. А что касаемо видеокарт от красных, тут я могу посоветовать лишь пару вариантов в наш бюджет. Это R9 270, 270X или HD 7970. Вряд ли вам удастся купить что-то лучше. Да и эти карты сейчас стартуют от 6000 рублей, то есть уже съедают половину бюджета. С картами все тоже должно быть предельно ясно и понятно. Такие карты покупаем только с тщательнейшей проверкой. В фурмарке, а потом в игре, по типу GTA V на высокой графике. Обязательно. Ну и давайте подытожим. На такой сборке уже можно будет погонять и в третьего ведьмачка, и в пупк, да практически во все, за исключением киберпанка и нового ассасина. Но собрать даже такой пока в современных реалиях будет ух как непросто. Я могу пожелать вам лишь везения и удачи в этом деле. Иногда заходя на авито меня в дрожь берет. Большинство железок, которые я вижу в продаже, я так или иначе обозревал. Один, два, три года назад. И тогда казалось, вот буквально полгодика, год, и этот хлам совсем никому не нужен будет. Он вообще ничего не будет стоить. А сейчас смотришь ценник, а он в два, а то и три раза больше, чем в то время. Будем надеяться, что железная депрессия закончится, и уже в ближайшем будущем конвейер моих игровых бич-сборок снова наладит свое производство. А видеокарты будут пылиться на полках магазинов. В огромнейших количествах. Но уже не будут кому-либо нужны. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравился мой виртуальный рынок Бомж ПК, не забудьте поставить лайк и написать любой комментарий. Ну и конечно же подписывайтесь на канал. Впереди еще очень много видео на компьютерную и околокомпьютерную тематику. С вами же был Мурк. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok